Детскому саду номер 21 Все крупы и материалы природные изучаем. Свойства бумаги и воды все это открываем. Как вырастить кристаллы или окрасить лист салата с помощью цветной воды? Какими свойствами обладают дерево, песок и воздух? И как выглядит кора под микроскопом? Все это и многое другое воспитанники детского сада номер 21 будут узнавать в новом научно-исследовательском центре прямо в садике. Лаборатория разделена на зоны. Здесь есть и мини-дендрарий, и зоны выращивания кристаллов, и отдельная мини-лаборатория с микроскопами и емкостями для экспериментов. Вместе с родителями разные емкости собираем. Коллекцию в детском саду пополняем. Любую из них бери и смело опыт проводи. Лаборантам этого центра от 4 до 6 лет. Занимаются они по учебным программам, которые составили педагоги садика. А идея создания такой лаборатории принадлежит заведующей. Как рассказывает нам сама Юлия Золотова, родители малышей инициативу с радостью поддержали. Сшили халаты, закупили микроскопы, собрали материалы для исследований. Мы стали знакомить его постепенно, детей, чтобы они чувствовали здесь себя хозяевами этого центра. И сейчас, после открытия, уже будут плодотворно они заниматься. Нашей съемочной группе также удалось поучаствовать в эксперименте. Мы смешали пищевой краситель с чистой водой и добавили в емкость всего одну ложку белого порошка. Полученная масса начала многократно увеличиваться в размерах. И из одной ложки загадочного вещества получилась почти целая миска лилового геля. Особенно им пользуются молодые мамочки. Это гель от подгузника? Да. Можно это высыпать и поиграть с игрушками. Построить для них домик. Поздравить воспитанников и воспитателей с днем рождения сада приехал глава Карелии Артур Парфенчиков. Дети вместе с педагогами не только показали свою уникальную лабораторию, но и устроили для гостей небольшой концерт. Наталья Кузьмина, Сергей Беляев, САМПО ТВ, 360 Петкеранта.